И они начали выкатывать, точно так же, как гаубицы и все остальное, начали выкатывать старую технику. А вот старых крылатых ракет у них овер дофига больше. Тогда переходим дальше, к старым ракетам Х-555. Да, Х-22, Х-101, Х-555, Х-555. Это все ракеты воздушного, именно воздушного базирования, старого советского. И большая часть, часть из них является дозвуковые, похожие как калибр летят со скоростью пассажирского Боинга. Часть, скажем, та же Х-59 или Х-555, сверхзвуковые, с небольшим превышением скорости звука. Все они выстреливаются с стратегических больших бомбардировщиков с большой дальностью. У них есть дальность 45 тысяч метров, есть дальность 3 тысячи километров. То есть они могут с территории бывшего Советского Союза, то есть с России, выстреливать и лететь в сторону наших целей. Большая часть этих ракет, да практически все, были предназначены под тактический ядерный боеприпас. Соответственно, точность до лампочки. Плюс-минус там 100 метров, все равно. Боеголовка мощностью 0,2 килотонны, закрывает, закрывает тему, неважно куда попадет. Кроме этого, эти ракеты провалялись на складах, пролежали неизвестно сколько, и там сейчас такая замечательная система. То есть их сначала достают со склада, тестируют, и минимум 10%, ну там, тестером прозванивают, прозваниваются, и минимум 10% просто не берут, остаются на складе. Остальные тащат на завод для определенного там доработки, проверки более глубинной. Потом грузят, это самое, те, что прошли проверку на заводе, их снаряжают всех обыкновенными тротилами. Где-то у кого 300, у каких-то 300, у которых там 450 килограммов тротилов, то есть ни на одной из них нету ядерных боеголовок, и даже, так сказать, мыслях пока ничего подобного не имеет. Но в неточную ракету грузят очень много обыкновенной взрывчатки. Дальше грузят на самолет старые самолеты, относительно новые Ту-22М, более-менее современные. Но есть и старые самолеты, это Медведь, Ту-16, пропеллерами, 4 пропеллера, мужик какой-то, но... Ту-95, Медведь. Да, 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 да. И он способен взять их там 8 штук на борт, он взлетает, летит в нашем направлении, выбирает точку. Они еще над Каспийским морем тоже делают пуск, выбирают точку, чтобы внизу не было людей, ну, живых строений, и выпускают эти ракеты в нашем направлении. Почему? Чтобы внизу не было людей, потому что 10% этих ракет тоже не зарабатывают, не включаются двигатели, нахрен, падают вниз. То есть 10% отбраковали на старте, 10% не запустился двигатель, 20% этих ракет теряют траекторию. И там срабатывает система самоуничтожения, просто они падают куда попало, но остальные, блин, летят к нам. И вот эти вот ракеты, неточные, они ими продолжают, так сказать, долбать по нашим городам, долбать по нашим городам. Они за счет количества стараются попадать в наши большие нефтехранилища, вместо того, чтобы их рассредоточить, наши нефтепродукты, по тысяче частных автостантов, не хватит же ракет, даже у Рашистов, их таки продолжают хранить на больших нефтебазах, и туда эта ракета таки попадает и наносит повреждения. То есть сейчас вот этот обстрел, если высокоточных ракет, у них, условно говоря, если активно применять 3-4 месяца, если активно применять 3-4 месяца, высокоточных ракет у них есть, а вот неточных, но все-таки уничтожительных, на полгода и даже больше, толком эти запасы никто не считал, их еще, к сожалению, хватает. Сбивать их можно, но надо все время находиться в форме, такая тонкая вещь. Сейчас наиболее эффективно сбивают крылатые ракеты в Николае и Одессе, постоянно на ПВО форме. У нас был такой период, в начале войны у нас практически все подкило, у нас хорошее ПВО, тут можно там аплодировать, не аплодировать, иронизировать, но Порошенко себя так-то бил, что стянул сюда, он не купил, он стянулся со всей страны, хорошее ПВО, именно в район Киева, защищая, так сказать, в первую очередь себя любимым. Хорошее ПВО, в первые недели войны приноровили и сбивали практически все. Потом была пауза, уж не знаю, размагнитились или может что-то вытащили, ну и несколько ракет нам прилетело, которые не сумели сбить. Будем надеяться, что сейчас опять более-менее, так сказать, люди дисциплинировались, но чем больше этих ракет лететь, тем лучше мы их начинаем сбивать. Чем больше современных зенитных комплексов нам попадает, тем легче сбивать крыла при ракете.